Секция первая. Отталея Принцепс. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Всеволод Гаршин. Рассказы для детей и взрослых. Отталея Принцепс. В одном большом городе был ботанический сад, а в этом саду огромная оранжерея из железа и стекла. Она была очень красива. Стройные витые колонны поддерживали все здание. На них опирались легкие узорчатые арки, переплетенные между собою целой паутиной железных рам, в которые были вставлены стекла. Особенно хороша была оранжерея, когда солнце заходило и освещало ее красным светом. Тогда она вся горела, красные отблески играли и переливались точно в огромном, мелко отшлифованном, драгоценном камне. Сквозь толстые прозрачные стекла виднелись заключенные растения. Несмотря на величину оранжереи, им было в ней тесно. Корни переплелись между собою и отнимали друг у друга влагу и пищу. Ветви дерев мешались с огромными листьями пальм, гнули и ломали их, и сами, налегая на железные рамы, гнулись и ломались. Садовники постоянно обрезали ветви, подвязывали проволоками листья, чтобы они не могли расти куда хотят. Но это плохо помогало. Для растений нужен был широкий простор, родной край и свобода. Они были уроженцы жарких стран, нежные, роскошные создания. Они помнили свою родину и тосковали о ней. Как непрозрачно стеклянная крыша, но она неясное небо. Иногда зимой стекла обмерзали. Тогда в оранжерее становилось совсем темно. Гудел ветер, бил в рамы и заставлял их дрожать. Крыша покрывалась наметенным снегом. Растения стояли и слушали вой ветра и вспоминали иной ветер. Теплый, влажный, дававший им жизнь и здоровье. И им хотелось вновь почувствовать его веяние. Хотелось, чтобы он покачал их ветвями, поиграл их листьями. Но в оранжерее воздух был неподвижен. Разве только иногда зимняя буря выбивала стекло, и резкая холодная струя, полная иния, влетала под свод. Куда попадала эта струя, там листья бледнели, съеживались и увядали. Но стекла вставляли очень скоро. Ботаническим садом управлял отличный ученый директор и не допускал никакого беспорядка, несмотря на то, что большую часть своего времени проводил в занятиях с микроскопом в особой стеклянной будочке, устроенной в главной оранжерее. Была между растениями одна пальма, выше всех и красивее всех. Директор, сидевший в будочке, называл ее по-латыни – «Атталея». Но это имя не было ее родным именем. Его придумали ботаники. Родного имени ботаники не знали, и оно не было написано сажей на белой дощечке, прибитой к стволу пальмы. Раз пришел в ботанический сад приезжий из той жаркой страны, где выросла пальма. Когда он увидел ее, то улыбнулся, потому что она напомнила ему родину. — А, — сказал он, — я знаю это дерево, и он назвал его родным именем. — Извините, — крикнул ему из своей будочки директор, в это время внимательно разрезавший бритвою какой-то стебелек. — Вы ошибаетесь. Такого дерева, какое вы изволили сказать, не существует. Это «Атталея принцепс», родом из Бразилии. — О, да, — сказал бразильянец. — Я вполне верю вам, что ботаники называют ее «Атталея». Но у нее есть и родное, настоящее имя. — Настоящее имя есть то, которое дается наукой, — сухо сказал ботаник и запер дверь будочки, чтобы ему не мешали люди, не понимавшие даже того, что уж если что-нибудь сказал человек науки, так нужно молчать и слушаться. А бразильянец долго стоял и смотрел на дерево, и ему становилось все грустнее и грустнее. Вспомнил он свою родину, ее солнце и небо, ее роскошные леса с чудными зверями и птицами, ее пустыни, ее чудные южные ночи. И вспомнил еще, что нигде не бывал он счастлив, кроме родного края, а он объехал весь свет. Он коснулся рукой пальмы, как будто бы прощаясь с нею, и ушел из сада, а на другой день уже ехал на пароходе домой, а пальма осталась. Ей теперь стало еще тяжелее, хотя и до этого случая было очень тяжело. Она была совсем одна, на пять сажен возвышалась она над верхушками всех других растений, и эти другие растения не любили ее, завидовали ей и считали гордою. Этот рост доставлял ей только одно горе. Кроме того, что все были вместе, а она была одна, она лучше всех помнила свое родное небо и больше всех тосковала о нем, потому что ближе всех была к тому, что заменяла им его, к гадкой стеклянной крыше. Сквозь нее и виднелось иногда что-то голубое, то было небо хоть и чужое и бледное, но все-таки настоящее, голубое небо. И когда растения болтали между собою, Аталия всегда молчала, тосковала и думала только о том, как хорошо было бы постоять даже и под этим бледненьким небом. — Скажите, пожалуйста, скоро ли нас будут поливать? — спросила саговая пальма, очень любившая сырость. — Я право, кажется, засохну сегодня. — Меня удивляют ваши слова, соседушка, — сказал пузатый кактус. — Неужели вам мало того огромного количества воды, которое на вас выливают каждый день? Посмотрите на меня. Мне дают очень мало влаги, а я все-таки свеж и сочен. — Мы не привыкли быть чересчур бережливыми, — отвечала саговая пальма. — Мы не можем расти на такой сухой и дрянной почве, как какие-нибудь кактусы. Мы не привыкли жить как-нибудь. И кроме всего этого скажу вам еще, что вас не просят делать замечания. Сказав это, саговая пальма обиделась и замолчала. — Что касается меня, — вмешалась корица, — то я почти довольна своим положением. Правда, здесь скучновато, но уж я, по крайней мере, уверена, что меня никто не обдерет. — Но ведь не всех же нас обдирали, — сказал древовидный папоротник. — Конечно, многим может показаться раем, и эта тюрьма послежала по существованию, которое они вели на воле. Тут корица, забыв, что ее обдирали, оскорбилась и начала спорить. Некоторые растения вступили из-за нее, некоторые из-за папоротник, и началась горячая перебранка. Если бы они могли двигаться, то непременно бы подрались. — Зачем вы ссоритесь? — сказала Атталея. — Разве вы поможете себе этим? Вы только увеличиваете свое несчастье злобою и раздражением. Лучше оставьте ваши споры и подумайте о деле. Послушайте меня, растите выше и шире, раскидывайте ветви, напирайте на рамы и стекла. Наша оранжерея рассыплется в куски, и мы выйдем на свободу. Если одна какая-нибудь ветка упрется в стекло, то, конечно, ее отрежут, но что сделают сотни сильных и смелых стволов? Нужно только работать дружнее, и победа за нами. Сначала никто не возражал пальме, все молчали и не знали, что сказать. И, наконец, саговая пальма решилась. — Все это глупости, — заявила она. — Глупости, глупости, — заговорили деревья, и все разом начали доказывать от Толея, что она предлагает ужасный вздор. — Несбыточная мечта! — кричали они. — Вздор, нелепость, рамы прочные, и мы никогда не сломаем их. Да если бы и сломали, так что ж такое? Придут люди с ножами и с топорами, отрубят ветви, заделают рамы, и все пойдет по-старому. Только и будет, что отрежут от нас целые куски. — Ну, как хотите, — отвечала от Толея. — Теперь я знаю, что мне делать. Я оставлю вас в покое. Живите, как хотите, ворчите друг на друга, спорьте из-за подачек воды и оставайтесь вечно под стеклянным колпаком. Я и одна найду себе дорогу. Я хочу видеть небо и солнце не сквозь эти решетки и стекла. И пальма гордо смотрела зеленой вершиной на лес товарищей, раскинутый под нею. Никто из них не смел ничего сказать ей. Только саговая пальма тихо сказала соседке Цикаде. — Ну, посмотрим, посмотрим, как тебе отрежут твою большую башку, чтобы ты не очень зазнавалась, гордячка. А остальные хоть и молчали, но все-таки сердились на Оттолея за ее гордые слова. Только одна маленькая травка не сердилась на пальму и не обиделась ее речами. Это была самая жалкая и презренная травка из всех растений оранжереи. Рыхлая, бледненькая, ползучая, с вялыми толстенькими листьями. В ней не было ничего замечательного, и она употреблялась в оранжереи только для того, чтобы закрывать голую землю. Она обвивала собою подножие большой пальмы, слушала ее, и ей казалось, что Оттолея права. Она не знала южной природы, но тоже любила воздух и свободу. Оранжерея и для нее была тюрьмой. — Если я, ничтожная, вялая травка, так страдаю без своего серенького неба, без бледного солнца и холодного дождя, то что должно испытывать в неволе это прекрасное и могучее дерево? Так думала она и нежно обвивалась около пальмы и ласкалась к ней. — Зачем я небольшое дерево? Я послушалась бы советам. Мы росли бы вместе, и вместе вышли бы на свободу. Тогда и остальные увидели бы, что Оттолея права. Но она была не большое дерево, а только маленькая и вялая травка. Она могла только еще нежнее облиться около ствола Оттолея и прошептать ей свою любовь и желание счастья в попытке. — Конечно, у нас вовсе не так тепло, небо не так чисто, дожди не так роскошны, как в вашей стране, но все-таки у нас есть и небо, и солнце, и ветер. У нас нет таких пышных растений, как вы и ваши товарищи, с такими огромными листьями и прекрасными цветами, но и у нас растут очень хорошие деревья, сосны, ели и березы. Я маленькая травка и никогда не доберусь до свободы, но ведь вы так велики и сильны, ваш ствол тверд, и вам уже недолго осталось расти до стеклянной крыши. Вы пробьете ее и выйдете на божий свет. Тогда вы расскажете мне, все ли там так же прекрасно, как было. Я буду довольна и этим. Отчего же, маленькая травка, ты не хочешь выйти вместе со мною? Мой ствол тверд и крепок, опирайся на него, ползи по мне, мне ничего не значит снести тебя. Нет уж куда мне, посмотрите, какая я вялая и слабая, я не могу приподнять даже одной своей веточки. Нет, я вам не товарищ, растите, будьте счастливы, только прошу вас, когда выйдете на свободу, вспоминайте иногда своего маленького друга. Тогда пальма принялась расти. И прежде посетители оранжереи удивлялись ее огромному росту, а она становилась с каждым месяцем выше и выше. Директор ботанического сада приписывал такой быстрый рост хорошему уходу и гордился знанием, с каким он устроил оранжерею и вел свое дело. — Данас, взгляните-ка на Аталея Принцепс, — говорил он, — такие рослые экземпляры редко встречаются и в Бразилии. Мы приложили все наши знания, чтобы растения развивались в теплице совершенно так же свободно, как и на воле, и, мне кажется, достигли некоторого успеха. При этом он с довольным видом похлопывал твердое дерево своей тростью, и удары звонко раздавались по оранжереи. Листья пальмы вздрагивали от этих ударов. О, если бы она могла стонать! Какой вопль гнева услышал бы директор! — Он воображает, что я расту для его удовольствия, — думала Аталея. — Пусть воображает! И она росла, тратя все соки только на то, чтобы вытянуться, и лишая их свои корни и листья. Иногда ей казалось, что расстояние до свода не уменьшается. Тогда она напрягала все силы, рамы становились все ближе и ближе, и, наконец, молодой лист коснулся холодного стекла и железа. — Ах, смотрите, смотрите! — заговорили растения. — Куда она забралась? Неужели решится? — Как она страшно выросла! — сказал древовидный папоротник. — А что ж, что выросла, эко и невидаль, вот если бы она сумела растолстеть так, как я! — сказала толстая цикада со стволом, похожим на бочку. — И чего тянется, все равно ничего не сделает. Решетки прочны и стекла толсты. Прошел еще месяц. Оттолея подымалась. Наконец она плотно уперлась в рамы. Расти дальше было некуда. Тогда ствол начал сгибаться. Его лиственная вершина скомкалась. Холодные прутья рамы впились в нежные молодые листья, перерезали и изуродовали их. Но дерево было упрямо, не жалело листьев, несмотря ни на что, давило на решетки. И решетки уже подавались, хотя были сделаны из крепкого железа. Маленькая травка следила за борьбой и замирала от волнения. — Скажите мне, неужели вам не больно? Если рамы уж так прочны, не лучше ли отступить? — спросила она Пальму. — Больно? Что значит больно, когда я хочу выйти на свободу? Не ты ли сама ободряла меня? — ответила Пальма. — Да, я ободряла. Но я не знала, что это так трудно. Мне жаль вас. Вы так страдаете. — Молчи, слабое растение. Не жалей меня. Я умру или освобожусь. И в эту минуту раздался звонкий удар. Лопнула толстая железная полоса. Посыпались и зазвенели осколки стекол. Один из них ударил в шляпу директора, выходившего из оранжереи. — Что это такое? — вскрикнул он, вздрогнув, увидя летящие по воздуху куски стекла. Он отбежал от оранжереи и посмотрел на крышу. Над стеклянным сводом гордо высилась выпрямившаяся зеленая крона Пальмы. — Только-то, — думала она, — и это все, из-за чего я томилась и страдала так долго. И этого-то достигнуть было для меня высочайшую целью. Была глубокая осень, когда оттолея выпрямила свою вершину в пробитое отверстие. Моросил мелкий дождик пополам со снегом. Ветер низко гнал серые клочковатые тучи. Ей казалось, что они охватывают ее. Деревья уже оголились и представлялись какими-то безобразными мертвецами. Только на соснах да наелях стояли темно-зеленые хвои. Угрюмо смотрели деревья на пальму. — Замерзнешь! — как будто говорили они ей. — Ты не знаешь, что такое мороз. Ты не умеешь терпеть. Зачем ты вышла из своей теплицы? И оттолея поняла, что для нее все было кончено. Она застывала. Вернуться снова под крышей. Но она уже не могла вернуться. Она должна была стоять на холодном ветре, чувствовать его порывы и острое прикосновение снежинок, смотреть на грязное небо, на нищую природу, на грязный задний двор ботанического сада, на скучный огромный город, виднявшийся в тумане, и ждать, пока люди там, внизу, в теплице, не решат, что делать с нею. А директор приказал спилить дерево. — Можно бы надстроить над нею особенный колпак, — сказал он. — Но надолго ли это? Она опять вырастет и все сломает. И притом это будет стоить чересчур дорого. Спилить ее. Пальму привязали канатами, чтобы, падая, она не разбила стен оранжереи, и низко, у самого корня, перепилили ее. Маленькая травка, обвивавшая ствол дерева, не хотела расстаться со своим другом и тоже попала под пилу. Когда пальму вытащили из оранжереи, на отрезе оставшегося пня валялись размозженные пилою истерзанные стебельки и листья. — Вырвать эту дрянь и выбросить, — сказал директор. Она уже пожелтела, да и пила очень попортила ее. Посадить здесь что-нибудь новое. Один из садовников ловким ударом заступа вырвал целую охапку травы. Он бросил ее в корзину, вынес и выбросил на задний двор, прямо на мертвую пальму, лежавшую в грязи и уже полузасыпанным снегом. 1880 год. Конец рассказа от Толея Принцепс. Секция вторая. Рассказ «То, чего не было». Эта запись проекта LibriVox является общественным достоянием. Всеволод Гаршин. Рассказы для детей и взрослых. «То, чего не было». В один прекрасный июньский день, а прекрасный он был потому, что было 28 градусов по реанюру, в один прекрасный июньский день было везде жарко, а на полянке в саду, где стояла копна недавно скошенного сена, было еще жарче, потому что место было закрытое от ветра густым-прегустым вишняком. Все почти спало. Люди наелись и занимались послеобеденными боковыми занятиями. Птицы примолкли. Даже многие насекомые попрятались от жары. О домашних животных нечего и говорить. Скот, крупный и мелкий, прятался под навес. Собака, вырв себе под амбаром яму, улеглась туда и, полузакрыв глаза, прерывисто дышала, высунув розовый язык чуть не на пол аршина. Иногда она, очевидно, от тоски происходящей смертельной жары, так зевала, что при этом даже раздавался тоненький визг. Свиньи, маменька с тринадцатью детками, отправились на берег и улеглись в черную жирную грязь, причем из грязи видны были только сопевшие и храпевшие свиные пятачки с двумя дырочками, продолговатые, облитые грязью спины до огромные повислые уши. Одни куры, не боясь жары, кое-как убивали время, разгребая лапами сухую землю напротив кухонного крыльца, в которой, как они отлично знали, не было уже ни одного зернышка. Да и то петуху, должно быть, приходилось плохо, потому что иногда он принимал глупый вид и во все горло кричал «Какой скандал!» Вот мы и ушли с полянки, на которой жарче всего, а на этой-то полянке и сидело целое общество не спавших господ. То есть сидели-то не все. Старый гнедой, например, с опасностью для своих боков от кнута кучера Антона, разгребавший копну сена, будучи лошадью, вовсе и сидеть не умел. Гусеница какой-то бабочки тоже не сидела, а скорее лежала на животе, но дело ведь не в слове. Под вишнею собралась маленькая, но очень серьезная компания. Улитка, навозный жук, ящерица, вышеупомянутая гусеница, прискакал кузнечик, возле стоял и старый гнедой, прислушиваясь к их речам одним повернутым к ним гнедым ухом, с торчащими изнутри темно-серыми волосами, а на гнедом сидели две мухи. Компания вежливо, но довольно одушевленно спорила, причем, как и следует быть, никто ни с кем не соглашался, так как каждый дорожил независимостью своего мнения и характера. «По-моему», говорил навузный жук, «порядочное животное прежде всего должно заботиться о своем потомстве, жизнь есть труд для будущего поколения, тот, кто сознательно исполняет обязанности, возложенные на него природой, тот стоит на твердой почве, он знает свое дело, и, чтобы не случилось, он не будет в ответе. Посмотрите на меня, кто трудится больше моего, кто целые дни без отдыха катает такой тяжелый шар, шар, мною же столь искусно созданный из навоза, с великой целью дать возможность вырасти новым, подобным мне, навозным жукам. Но зато не думаю, чтобы кто-нибудь был так спокоен совестью и с чистым сердцем, мог бы сказать, да, я сделал все, что мог и должен был сделать, как скажу я, когда на свет появятся новые навозные жуки. Вот что значит труд. Пойди ты братец со своим трудом, сказал муравей, притащивший во время речи навозного жука, несмотря на жару, чудовищный кусок сухого стебелька. Он на минуту остановился, присел на четыре задние ножки, а двумя передними отер пот со своего измученного лица. И я ведь тружусь и побольше твоего, но ты работаешь для себя или все равно для своих жученят. Не все так счастливы. Попробовал ты потаскать бревна для казны, вот как я. Я и сам не знаю, что заставляет меня работать, выбиваясь из сил, даже и в такую жару. Никто за это и спасибо не скажет. Мы несчастные рабочие муравьи все трудимся, а чем красна наша жизнь? Судьба. Вы навозный жук слишком сухо, а вы муравей слишком мрачно смотрите на жизнь, возразил им кузнечик. Нет, жук, я люблю таки потрещать и попрыгать и ничего, совесть не мучит, да при том вы нисколько не коснулись вопроса поставленного госпожой ящерзицей, а нас просила что есть мир, а вы говорите о своем навозном шаре, это даже невежливо, мир, мир, по-моему, очень хорошая вещь, уже потому что в нем есть для нас молодая травка, солнце и ветерок, да и велик же он, вы здесь между этими деревьями не можете иметь никакого понятия о том как он велик, когда я бываю в поле, я иногда вспрыгиваю как только могу вверх и уверяю вас, достигаю огромной высоты и с нее-то вижу, что миру нет конца. Верно, глубокомысленно подтвердил гнидой, но всем вам все-таки не увидеть и сотой части того, что видел на своем веку я. Жаль, что вы не можете понять, что такое верста. За версту отсюда есть деревня Лупаревка, туда я каждый день езжу с бочкой за водой, но там меня никогда не кормят. А с другой стороны Ефимовка, кисляковка, в ней церковь с колоколами, а потом Свято-Троицкое, а потом Богоявленск. В Богоявленске мне всегда дают сено, но сено там плохое, а вот в Николаеве это такой город двадцать восемь верст отсюда, так там сено лучше и овес дают, только я не люблю туда ездить, туда ездит на нас барин и велит кучеру погонять, а кучер боли настигает нас кнутом, а то еще есть Александровка, Белозерка, Херсон город тоже, да только куда вам понять все это, вот это и есть мир, не весь положим, ну да все-таки значительная часть, и гнидой замолчал, но нижняя губа у него все еще шевелилась, точно он что-нибудь шептал, это происходило от старости, ему был уже семнадцатый год, а для лошади это все равно, что для человека семьдесят седьмой, я не понимаю ваших мудреных лошадиных слов, да признаться и не гонюсь за ними, сказала улитка, мне был бы лопух, а его довольно, вот я уже четыре дня ползу, а он все еще не кончается, а за этим лопухом есть еще лопух, а в том лопухе, наверное, сидит еще улитка, вот вам и все, и прыгать никуда не нужно, все это выдумки и пустяки, сиди себе даешь лист, на котором сидишь, если бы не лень ползти, давно бы ушла от вас с вашими разговорами, от них голова болит и больше ничего. Нет, позвольте, отчего же, перебил кузнечик, потрещать очень приятно, особенно от таких хороших предметов, как бесконечность и прочее такое, конечно, есть практически натуры, которые только и заботятся о том, как бы набить себе живот, как вы или вот эта прелестная гусеница. Ох, нет, оставьте меня, прошу вас, оставьте, не троньте меня, жалобно воскликнула гусеница. Я делаю это для будущей жизни, только для будущей жизни. Для какой там еще будущей жизни? Спросил гнидой. Разве вы не знаете, что я после смерти сделаюсь бабочкой с разноцветными крыльями? Гнидой, ящерица и улитка этого не знали, но насекомые имели кое-какое понятие, и все немного помолчали, потому что никто не умел сказать ничего путного о будущей жизни. К твердым убеждениям нужно относиться с уважением, затрещал наконец кузнечик. Не желает ли кто сказать еще что-нибудь, может быть, вы? Обратился он к мухам, и старшая из них ответила. Мы не можем сказать, чтобы нам было худо, мы сейчас только из комнат, барыня расставила в мисках товаренное варенье, и мы забрались под крышку и наелись, мы довольны, наша маменька увязла в варенье, но что же делать, она уже довольно пожила на свете, а мы довольны. Господа, сказал ящерица, я думаю, что все вы совершенно правы, но с другой стороны, но ящерица так и не сказала, что было с другой стороны, потому что почувствовала, как что-то крепко прижало ее хвост к земле. Это пришел за гнедым проснувшийся кучер Антон. Он нечаянно наступил своим сапожищем на компанию и раздавил ее. Одни мухи улетели обсасывать свою мертвую обмазанную варенье маменьку, да ящерица убежала с оторванным хвостом. Антон взял гнедого за чуб и повел его из сада, чтобы запрячь в бочку и ехать за водой, причем приговаривал «Ну, иди ты, хвостяка!» На что гнедой ответил только шептанием. А ящерица осталась без хвоста, правда, через несколько времени он вырос, но навсегда остался каким-то тупым и черноватым, и когда ящерицу спрашивали, как она повредила себе хвост, то она скромно отвечала «Мне оторвали его за то, что я решилась высказать свои убеждения». И она была совершенно права. Конец рассказа «То, чего не было». Секция третья Сказка о жабе и розе Эта запись проекта LibriVox является общественным достоянием. Всеволод Гаршин Рассказы для детей и взрослых Сказка о жабе и розе Жили на свете роза и жаба. Розовый куст, на котором расцвела роза, рос в небольшом полукруглом цветнике перед деревенским домом. Цветник был очень запущен, сорные травы густо разрослись по старым вросшим в землю клумбам и по дорожкам, которых уже давно никто не чистил и не посыпал песком. Деревянная решетка с колышками обделанными в виде четырехгранных пик, когда-то выкрашенная зеленой масляной краской, теперь совсем облезла, рассохлась и развалилась. Пики растащили для игры в солдаты деревенские мальчики и, чтобы отбиваться от сердитого барбоса с компанией прочих собак, подходившие к дому мужики. А цветник от этого разрушения стал нисколько не хуже. Остатки решетки заплели хмель, повелика с крупными белыми цветами и мышиный горошек, висевший целыми бледно-зелеными кучками с разбросанными кое-где бледно-лиловыми кисточками цветов. Колючие чертополохи на жирной и влажной почве цветника, вокруг него был большой тенистый сад, достигали таких больших размеров, что казались чуть не деревьями. Желтые коровьяки поднимали свои усаженные цветами стрелки еще выше их, крапива занимала целый угол цветника, она, конечно, жглась, но можно было и издали любоваться ее темной зеленью, особенно, когда эта зелень служила фоном для нежного и роскошного бледного цветка розы. Она распустилась в хорошее майское утро, когда она раскрывала свои лепестки, улетавшая утренняя роса оставила на них несколько чистых прозрачных слезинок. Роза точно плакала, но вокруг у нее все было так хорошо, так чисто и ясно в это прекрасное утро, когда она в первый раз увидела голубое небо и почувствовала свежий утренний ветерок и лучи сиявшего солнца, проникавшего ее тонкие лепестки розовым светом, в цветнике было так мирно и спокойно, что если бы она могла в самом деле плакать, то не от горя, а от счастья жить. Она не могла говорить, она могла только склонив свою головку разливать вокруг себя тонкий и свежий запах, и этот запах был ее словами, слезами и молитвой. А внизу, между корнями кустом, на сырой земле, как будто прилипнув к ней плоским брюхом, сидела довольно жирная старая жаба, которая проохотилась целую ночь за червяками и мошками и под утро уселась отдыхать от трудов, выбрав местечко потянистие и посырее. Она сидела, закрыв перепонками свои жабьи глаза и едва заметно дышала, раздувая грязно-серые бородавчатые и липкие бока и отставив одну безобразную лапу в сторону. Ей было лень подвинуть ее к брюху. Она не радовалась ни утру, ни солнцу, ни хорошей погоде. Она уже наелась и собралась отдыхать. Но когда ветерок на минуту стихал, и запах розы не уносился в сторону, жаба чувствовала его, и это причиняло ей смутное беспокойство. Однако она долго ленилась посмотреть, откуда несется этот запах. В цветник, где росла роза и где сидела жаба, уже давно никто не ходил. Еще в прошлом году, осенью, в тот самый день, когда жаба, отыскав себе хорошую щель под одним из камней фундамента дома, собиралась в цветник в последний раз зашел маленький мальчик, который целое лето сидел в нем каждый ясный день под окном дома. Взрослая девушка, его сестра сидела у окна, она читала книгу или шила что-нибудь и изредка поглядывала на брата. Он был маленький мальчик, лет семи, с большими глазами и большой головой на худеньком теле. Он очень любил свой цветник, это был его цветник, потому что кроме него почти никто не ходил в это заброшенное местечко. И придя в него, садился на солнышке, на старую деревянную скамейку, стоявшую на сухой песчаной дорожке, уцелевшей около самого дома, потому что по ней ходили закрывать ставни, и начинал читать принесенную с собой книжку. — Вася, хочешь, я тебе брошу мячик? спрашивает из окна сестра. — Может быть, ты с ним побегаешь? — Нет, Маша, я лучше так, с книжкой. И он сидел долго и читал, а когда ему надоедало читать о Робинзонах и диких странах и морских разбойниках, он оставлял раскрытую книжку и забирался в чащу цветника. Тут ему был знаком каждый куст и чуть ли не каждый стебель. Он садился на корточки перед толстым, окруженным мохнатыми беловатыми листьями стеблем коровьяка, который был втрое выше его, и подолгу смотрел, как муравьиный народ бегает вверх к своим коровам, травяным тлям, как муравей деликатно трогает тонкие трубочки, торчащие у тлей на спине, и подбирает чистые капельки сладкой жидкости, показывавшиеся на кончиках трубочек. Он смотрел, как навозный жук хлопотливо и усердно тащит куда-то свой шар, как паук, раскинув хитрую радужную сеть, сторожит мух, как ящерица, раскрыв тупую мордочку, сидит на солнце, блестя зелеными щитиками своей спины, а один раз под вечер он увидел живого ежа. Тут и он не мог удержаться от радости и чуть было не закричал и не захлопал руками, но боясь спугнуть колючего зверька притаил дыхание и широко раскрыв счастливые глаза в восторге смотрел, как тот, фыркая, обнюхивал своим свиным рыльцем корни розового куста, ища между ними червей и смешно перебирал толстенькими лапками похожими на медвежьи. «Вася, милый, иди домой, сыро становится!» громко сказала сестра и ежик, испугавшись человеческого голоса, живо надвинул себе на лоб и на задние лапы колючую шубу и превратился в шар. Мальчик тихонько коснулся его колючек, зверек еще больше съежился и глухо и торопливо запыхтел, как маленькая паровая машина. Потом он немного познакомился с этим ежиком. Он был такой слабый, тихий и кроткий мальчик, что даже разная звериная мелкота как будто понимала это и скоро привыкала к нему. Какая была радость, когда еж попробовал молока из принесенного хозяином цветника блюдечка! В эту весну мальчик не мог выйти в свой любимый уголок. По-прежнему около него сидела сестра, но уже не у окна, а у его постели. Она читала книгу, но не для себя, а вслух ему, потому что ему было трудно поднять свою исхудалую голову с белых подушек и трудно держать в тощих руках даже самый маленький томик. Да и глаза его скоро утомлялись от чтения. Должно быть, он уже больше никогда не выйдет в свой любимый уголок. «Маша!» вдруг шепчет он сестре. «Что, милый?» «А что в садике теперь?» «Хорошо, розы расцвели». Сестра наклоняется, целует его в бледную щеку и при этом незаметно стирает слезинку. «Хорошо, голубчик, очень хорошо, и розы расцвели. Вот в понедельник мы пойдем туда вместе, доктор позволит тебе выйти». Мальчик не отвечает и глубоко вздыхает. Сестра начинает снова читать. «Уже будет. Я устал. Я лучше посплю». Сестра поправила ему подушки и белое одеяльце. Он с трудом повернулся к стенке и замолчал. Солнце светило сквозь окно, выходившее на цветник, и кидало яркие лучи на постели, належавшее на ней маленькое тельце, освещая подушки и одеяло, и золотя коротко остриженные волосы и худенькую шею ребенка. Роза ничего этого не знала. Она росла и красовалась. На другой день она должна была распуститься полным цветом, а на третий начать вянуть и осыпаться. Вот и вся розовая жизнь. Но и в эту короткую жизнь ей довелось испытать немало страха и горя. ее заметила жаба. Когда она в первый раз увидела цветок своими злыми и безобразными глазами, что-то странное зашевелилось в жабьем сердце. Она не могла оторваться от нежных розовых лепестков и все смотрела и смотрела. Ей очень понравилась роза. Она чувствовала желание быть поближе к такому душистому и прекрасному созданию. И чтобы выразить свои нежные чувства, она не придумала ничего лучше таких слов. — Постой, — прохрепела она, — я тебя слопаю. Роза содрогнулась. Зачем она была прикреплена к своему стебельку? Вольные птички, щебетавшие вокруг нее, перепрыгивали и перелетали с ветки на ветку. Иногда они уносились куда-то далеко, куда не знала роза. Бабочки тоже были свободны. Как она завидовала им! Будь она такую, как они, она вспорхнула бы и улетела от злых глаз, преследовавших ее своим пристальным взглядом. Роза не знала, что жабы подстерегают иногда дай бабочек. «Я тебя слопаю!» повторила жаба, стараясь говорить как можно нежнее, что выходило еще ужаснее, и переползла поближе к розе. «Я тебя слопаю!» повторила она, все глядя на цветок. И бедное создание с ужасом увидело, как скверные липкие лапы цепляются за ветви куста, на котором она росла. Однако жабе лезть было трудно. Ее плоское тело могло свободно ползать и прыгать только по ровному месту. После каждого усилия она глядела вверх, где качался цветок, и роза замирала. «Господи!» молилась она, «хоть бы умереть другою смертью!» А жаба все карабкалась выше, но там, где кончались старые стволы и начинались молодые ветви, ей пришлось немного пострадать. Темно-зеленая гладкая кора розового куста была вся усажена острыми и крепкими шипами. Жаба переколола себе о них лапы и брюхо, и окровавленная свалилась на землю. Она с ненавистью посмотрела на цветок. «Я сказала, что я тебя слопаю», повторила она. Наступил вечер, нужно было подумать об ужине, и раненая жаба поплелась подстерегать неосторожных насекомых. Злость не помешала ей набить себе живот, как всегда, ее царапины были не очень опасны, и она решилась, отдохнув, снова добираться до привлекавшего ее и ненавистного ей цветка. Она отдыхала довольно долго, наступило утро, прошел полдень, Роза почти забыла о своем враге. Она совсем уже распустилась и была самым красивым созданием в цветнике. Некому было прийти полюбоваться ею. Маленький хозяин неподвижно лежал на своей постельке, сестра не отходила от него и не показывалась у окна, только птицы и бабочки сновали около розы, да пчелы жужжа садились иногда в ее раскрытый венчик и вылетали оттуда совсем косматые от желтой цветочной пыли. Прилетел соловей покрывал ее, но она храбро лезла все вверх и вдруг среди звонкого и нежного рока то соловья роза услышала знакомое хрипение. Я сказала, что слопаю и слопаю. не спала несколько ночей, не отходя от больного брата и теперь слегка задремала. Маша вдруг прошептал он. Сестра встрепенулась, ей приснилось, что она сидит у окна, что маленький брат играет, как в прошлом году, в цветнике и зовет ее. Открыв глаза и увидев его в постели худого и слабого, она тяжело вздохнула. Что, милый, Маша, ты мне сказала, что розы расцвели. Можно мне одну можно, голубчик, можно. Она подошла к окну и посмотрела на куст. Там росла одна, но очень пышная роза. Как раз для тебя распустилась роза и какая славная. Поставить тебе ее сюда на столик в стакане, да? Да, на столик мне хочется. Девушка взяла ножницы и вышла в сад. Она давно уже не выходила из комнаты. Солнце ослепило ее и от свежего воздуха у нее слегка закружилась голова. Она подошла к кусту в то самое мгновение, когда жаба хотела схватить цветок. Ах, какая гадость! вскрикнула она. И, схватив ветку, она сильно тряхнула ее. Жаба свалилась на землю и шлепнулась брюхом. В ярости она было прыгнула на девушку, но не могла подскочить выше края платья и тотчас далеко отлетела отброшенная носком башмака. Она не посмела попробовать еще раз и только издали видела, как девушка осторожно срезала цветок и понесла его в комнату. Когда мальчик увидел сестру с цветком в руке, то в первый раз после долгого времени слабо улыбнулся и с трудом сделал движение худенькой рукой. — Дай ее мне, — прошептал он, — я понюхаю. Сестра вложила стебелек ему в руку и помогла подвинуть ее к лицу. Он вдыхал в себя нежный запах и, счастливо улыбаясь, прошептал. — Ах, как хорошо! Потом его личико сделалось серьезным и неподвижным, и он замолчал навсегда. Роза, хотя и была срезана прежде, чем начала осыпаться, чувствовала, что ее срезали недаром. Ее поставили в отдельном бокале у маленького гробика. Тут были целые букеты и других цветов, но на них, по правде сказать, никто не обращал внимания. А Розу молодая девушка, когда ставила ее на стол, поднесла к губам, и поцеловала. Маленькая слезинка упала с ее щеки на цветок, и это было самым лучшим происшествием в жизни Розы. Когда она начала вянуть, ее положили в толстую старую книгу и высушили, а потом уже через много лет подарили мне. Потому-то я и знаю всю эту историю. конец сказки о жабе и розе. Секция четвертая рассказывает для детей и взрослых Всеволода Гаршина. Эта запись проекта LibriVox является общественным достоянием. Лягушка-путешественница Сказка Жила-была на свете лягушка-квакушка. Сидела она в болоте, ловила комаров да мошку, весною громко квакала вместе со своими подругами, и весь век она прожила бы благополучно. Конечно, в том случае, если бы не съел ее аист. Но случилось одно происшествие. Однажды она сидела на сучке высунувшейся из воды коряги и наслаждалась теплым мелким дождиком. «Ах, какая сегодня прекрасная мокрая погода!» думала она. «Какое это наслаждение жить на свете!» Дождик моросил по ее пестренькой лакированной спинке капли его подтекали ей под брюшко и за лапки, и это было восхитительно приятно. Так приятно, что она чуть-чуть не заквакала, но, к счастью, вспомнила, что была уже осень, и что осенью лягушки не квакают, на это есть весна, и что закваков, она может уронить свое лягушечье достоинство. Поэтому она промолчала и продолжала нежиться. Вдруг тонкий, свистящий, прерывистый звук раздался в воздухе. Есть такая порода уток. Когда они летят, то их крылья, рассекая воздух, точно поют, или, лучше сказать, посвистывают. Раздается в воздухе, когда летит высоко на два места до таких уток, а их самих даже и не видно, так они высоко летят. На этот раз утки, описав огромный полукруг, спустились и сели как раз в то самое болото, где жила лягушка. Кря-кря, сказала одна из них, лететь еще далеко, надо покушать. И лягушка сейчас же спряталась, хотя она и знала, что утки не станут есть ее большую и толстую клокушку, но все-таки на всякий случай нырнула под корягу. Однако, подумав, она решилась высунуть из воды свою лупоглазую голову. Ей было очень интересно узнать, куда летят утки. Кря-кря, сказала другая утка, уж холодно становится, скорее на юг, скорее на юг. И все утки стали громко крякать в знак одобрения. — К госпоже утки, осмелилась сказать лягушка, что такое юг, на который вы летите? Прошу извинения за беспокойство. И утки окружили лягушку. Сначала у них явилось желание съесть ее, но каждая из них подумала, что лягушка слишком велика и не пролезет в горло. Тогда все они начали кричать, хлопая крыльями. «Хорошо на юге, теперь там тепло, там есть такие славные теплые болота, какие там червяки, хорошо на юге». Они так кричали, что почти оглушили лягушку. Едва-едва она убедила их замолчать и попросила одну из них, которая казалась ей толще и умнее всех, объяснить ей, что такое юг. И когда Тарас сказала ей о юге, то лягушка пришла в восторг, но в конце все-таки спросила, потому что была осторожна. «А много ли там мошек и комаров?» «О, целые точи», отвечала утка. «Ква», сказала лягушка, и тут же обернулась посмотреть, нет ли здесь подруг, которые могли бы услышать ее и осудить за кваканье осенью. Она уж никак не могла удержаться, чтобы не квакнуть хоть разик. «Возьмите меня с собой!» «Это мне удивительно!» воскликнула утка. «Как мы тебя возьмем? У тебя нет крыльев!» «Когда вы летите?» спросила лягушка. «Скоро, скоро!» закричали все утки. «Кря-кря-кря-кря-кря!» «Тут холодно!» «На юг, на юг!» «Позвольте мне подумать только пять минут!» сказала лягушка. «Я сейчас вернусь, я, наверное, придумаю что-нибудь хорошее!» И она шлепнулась с сучка, на которой было снова влезло в воду, нырнула в тину и совершенно она зарылась в ней, чтобы посторонние предметы не мешали ей размышлять. Пять минут прошло, утки совсем было собрались лететь, как вдруг из воды около сучка, на котором сидела лягушка. Показалась ее морда, и выражение этой морды было самое сияющее, на какое только способна лягушка. «Я придумала, я нашла», сказала она, «пусть две из вас возьмут в свои клевый прутик, а я прицеплюсь за него посередине, вы будете лететь, а я ехать. Нужно только, чтобы вы не крякали, а я не квакала, и все будет превосходно!» Хотя молчать и тащить хотя бы и легкую лягушку три тысячи верст, не бог знает какое удовольствие, но ее ум привел уток в такой восторг, что они единодушно согласились нести ее. Решились переменяться каждые два часа, и так как уток было, как говорится в загадке, столько, да еще столько, да полстолько, да четверть столько, а лягушка была одна, то нести ее приходилось не особенно часто. Нашли хороший прочный прутик, две утки взяли его в клювы, лягушка прицепилась ртом за середину, и все стадо поднялось на воздух. У лягушки захватило дух от страшной высоты, на которую ее подняли. Кроме того, утки летели неровно и дергали прутик. Бедная квакушка болталась в воздухе, как бумажный паяц, и изо всей мочи стискивала свои челюсти, чтобы не оторваться и не шлепнуться на землю. Однако она скоро привыкла к своему положению и даже начала осматриваться. Под нею быстро проносились поля, луга, реки и горы, которые ей, впрочем, было очень трудно рассматривать, потому что, вися на прутике, она смотрела назад и немного вверх, но кое-что все-таки видела, и радовалась, и гордилась. Вот как я превосходно придумала, думала она про себя. А утки летели вслед занесшей ее передней парой, кричали и хвалили ее. Удивительно умная голова наша лягушка, говорили они, даже между утками мало таких найдется. Она едва удерживалась, чтобы не поблагодарить их, но вспомнив, что, открыв рот, она свалится со страшной высоты, еще крепче стиснула челюсти и решилась терпеть. Она болталась таким образом целый день. Несшие ее утки переменялись на лету, ловко подхватывая прутик. Это было очень страшно. Не раз лягушка чуть было не квокнула от страха, но нужно было иметь присутствие духа, и она его имела. Вечером вся компания остановилась в каком-то болоте, с зарею утки с лягушкой снова пустились в путь, но на этот раз путешественница, чтобы лучше видеть, что делается на пути, прицепилась спинкой и головой вперед, а брюшком назад. Утки летели над сжатыми полями, над пожелтевшими лесами и над деревнями, полными хлеба в скирдах. Оттуда доносился людской говор и стук цепов, которыми молотили рожь. Люди смотрели на стаю уток и, замечая в ней что-то странное, показывали на нее руками, и лягушке ужасно захотелось лететь поближе к земле, показать себя и послушать, ибо об ней говорят. На следующем отдыхе она сказала, «Нельзя ли нам лететь не так высоко? У меня от высоты крожится голова, и я боюсь свалиться, если мне вдруг сделается дурно». И добрые утки обещали ей лететь пониже. На следующий день они летели так низко, что слышали голоса. «Смотрите, смотрите!» кричали дети в одной деревне. «Утки лягушку несут!» Лягушка услышала это и у нее прыгало сердце. «Смотрите, смотрите!» кричали в другой деревне взрослые. «Вот чудо-то!» «Знают ли они, что это придумала я, а не утки?» подумала квакушка. «Смотрите, смотрите!» кричали в третьей деревне. «Эх, и чудо! И кто это придумал такую хитрую штуку?» И тут лягушка уже не выдержала и забыв всякую осторожность, закричала изо всей мочи. «Это я!» «Я!» И с этим криком она полетела вверх тормашками на землю. Утки громко закричали. Одна из них хотела подхватить бедную спутницу на лету, но промахнулась. Лягушка, дрыгая всеми четырьмя лапками, быстро падала на землю, но так как утки летели очень быстро, то и она упала не прямо на то место, над которым закричала и где была твердая дорога, а гораздо дальше, что было для нее большим счастьем, потому что она бултыхнулась в грязный пруд на краю деревни. Она скоро вынырнула из воды и тотчас же опять сгоряча закричала во все горло «Это я, это я придумала!» Но вокруг нее никого не было. Испуганные неожиданным плеском, местные лягушки все попрятались в воду. Когда они начали показываться из нее, то с удивлением смотрели на новую, и она рассказала им чудную историю о том, как она думала всю жизнь, и, наконец, изобрела новый, необыкновенный способ путешествия на утках. Как у нее были свои собственные утки, которые носили ее куда ей было угодно, как она побывала на прекрасном юге, где так, так хорошо, где такие прекрасные теплые болота, и так много мошек и всяких других съедобных насекомых. «Я заехала к вам посмотреть, как вы живете», сказала она, «Я пробуду у вас до весны, пока не вернутся мои утки, которых я отпустила». Но утки уж никогда не вернулись. Они думали, что клокушка разбилась о землю, и очень жалели ее. конец сказки лягушка-путешественница Секция пятая рассказов для детей и взрослых Всеволода Гаршина эта запись «Лебревокс» является общественным достоянием. Сказание о гордом Аггея пересказ старинной легенды. Жил в некоторой стране правитель. Звали его Аггей. Был он славен и силен, дал ему государь полную власть над страною. Враги его боялись, друзей у него не было, а народ во всей области жил смирно, зная силу своего правителя. И возгордился правитель, и стал он думать, что никого нет на свете сильнее и мудрее его. Жил он пышно, множество у него было богатства и слуг, с которыми он никогда не говорил, считал их недостойными. С женою своею жил в ладу, но держал мела она сама заговаривать, а ждала, пока не спросит ее или не скажет ей что-нибудь муж. Жил так Аггей один, точно на высокой башне стоял. Снизу толпы народа на него смотрят, а он не хочет никого знать и стоит на своем низеньком помосте. Думает, что одно это место его достойно, хоть одиноко да высоко. Пошел в праздник Аггей Фраган Церковь. Пришел он туда с женою своею в пышных одеждах. Мантии на них были золототканные, пояса с дорогими каменьями, а над ними несли парчевый балдахин. И впереди их, и сзади шли воины с мечами и секирами, и довели их до царского места, откуда им слушать службу. Вокруг них стали начальники и чиновники, и слушал Аггей службу и думал по-своему, как ему казалось, верно или неверно говорится в Святом Писании. Начал протопоп книгу читать, и дошел он до того места, где написано «Богатые обнищают, а нищие обогатеют». Услышал Аггей такие слова и разгневался. «Что ты, говорит поп, вздумал читать такую ложь, не знаешь разве, как славен я и богат, как мне обнищать, а нищему обогатеть против меня?» Протопоп же не слушал его и дальше стал читать книгу и службу отслужил до конца, не отвечая Аггею, и разъярился правитель. Протопоп повелел заковать в кандалы и посадить в темницу, а лист, на котором те слова были написаны, велел из книги выдрать. Отвели протопопа в темницу и лист выдрали, а правитель Аггей пошел в свои палаты пировать и на пиру пил, ел и веселился. Шел за городом один юноша и увидел оленя, такого рослого и красивого, что до тех пор и не видывал, и захотел он угодить правителю, побежал в город, пришел в его палаты и сказал об олене слугам. Донесли о том Аггею и приказал он собираться на охоту. Выехала охота в поле, увидели оленя и поскакали к нему. Стоит олень, голову поднял, на охоту оглядывается, будто ждет чего-то. Не видал такого зверя и сам Аггей, рослый и гладкий, морда тонкая, умная, рога, как дерево ветвистое, от конца до конца целая сожень. Шерсть гнидая блестит, как лощеная, ляжки белые, как снег. Скачет к нему Аггей и девица, что не уходит олень, а на него все смотрит большими глазами, точно сказать что-то хочет. Подскакал Аггей, думал уж копье метнуть. Повернулся зверь, взмахнул ветвистыми рогами, прянул первым скоком на три сожжения и пошел по полю. Конь был у Аггея такой, что и цены ему не было, а стал отставать. Обернулся правитель на своих охотников, а их уже недвое видно, посмотрел вперед на оленя и видит, что зверь пошел тише. Ну, думает, догоню. Скачет во всю конскую мочь и видит, все ближе и ближе к нему белые ляжки, оленьи мелькают. Только хотел было копье бросить. Олень обернул голову, наддал и опять Аггей далеко от него. Охоты уж давно не видно, а скачут в чистом поле только олень да Аггей на коне. Гонялся он за ним полдня, видит наконец, что олень к реке бежит. Ну, думает, если направо пойдет, пропал, а налево мой. Налево река Луку сделала, и некуда зверю было оттуда уйти. Сзади охотник, спереди река широкая, ни человеку, ни зверю, не переплыть. Повернул олень налево, задрожало у Аггея сердце от радости, скачет, а сам думает, скоро река, некуда тебе уйти. Подскакал олень к берегу, а недалеко от берега островок небольшой, а на острове кусты густые, и лес мелкий. Прыгнул олень со всего размаха в воду, окунулся, вынырнул и поплыл на остров. Подскакал Аггей и видит, что зверь в кусты ушел, погнал и он коня в воду. Ступил конь в воду, шагнул три раза и ушел в воду по шею, а дальше нога и дна не достает. Повернул Аггей назад на берег, думает, олень от меня и так не уйдет, а на такой быстрее пожалуй и коня утопишь. Слез с коня, привязал его к кусту, снял с себя дорогое платье и пошел в воду. Плыл-плыл, едва не унесло, наконец попробовал ногой дно, ну, думает, сейчас я его достану и пошел в кусты. Разгневался господина Аггея, призвал он к себе ангела и повелел ему, приняв на себя вид Аггеев одеться в его платье, сесть на коня и ехать в город. И исполнил ангел волю господню по слову его. Искал, искал зверя Аггей по кустам. Нет зверя. Весь остров кругом обошел, поперек сквозь кусты излазил, нет ничего. И не придумал Аггей, куда одевался олень впереди. Река широкая, никакому зверю не переплыть. Да и увидел бы он оленя, если бы тот поплыть вздумал. Досадно стало Аггею, однако делать нечего, надо назад ворочаться. Он вышел к воде, бросил копье, чтобы не мешало, и приплыл к берегу. Смотрит, ни коня, ни платья нет. Рассердился правитель, подумал, что украли и решил строго наказать вора. Вышел он из воды, поднялся на крутой берег, чистое поле, нет никого. Нечего делать, нужно голому идти. Идет, а трава ему ноги режет, непривычны они босиком ходить. Солнце печет голое тело и голову. Шел, шел Аггей, поднялся на пригорок, видит влащине пастух коров и телят пасет. Остановился Аггей и начал ему рукой махать. Эй, ты, говорит, поди сюда. Пастух на него смотрит, удивляется. Откуда, думает, среди чистого поля голый человек взялся? Пошел к нему потихоньку. В одной руке кнут длинный, в другой труба берестовая, сам в лаптях и в зипунишке худом, через плечо мешок для хлеба повешан. Аггей на него закричал. — Ты чего не идешь, когда зовут? — А ты кто такой? спрашивает пастух. — Чего тебе надобно? — Не видел ли, кто мое платье взял и коня увел? — Да ты кто такой сам то? опять спрашивает пастух. — Как ты меня не знаешь? Я правитель ваш, Аггей! посмотрел на него пастух и засмеялся. — Шо ты, дурак, городишь? Правитель наш сейчас мимо меня в город с охоты проехал. Долго его тут охотники искали и нашли, вместе поехали. — Как ты смеешь, раб, негодяй! — закричал Аггей. — Ушел, пошел, говорит пастух, а то кнута отведаешь. Не вспомнил себя правитель от гнева. Забыл он, что наг и безоружен, и бросился на пастуха, схватил за плечо, хотел ударить, но пастух был сильнее, повалил Аггея на землю и начал бить берестовую трубою. Бил, бил, пока береста вся не расплелась, и отошло тогда у него сердце. — Вот, говорит, тебе за такие слова, ступай. Поднялся Аггей, весь избитый, обрел потихоньку, а пастух подумал, и жаль ему стало. Но просто, думает, я человека изобидел, может, он шальной какой или сумасшедший. Отошел Аггей немного от пастуха, слышит, тот зовет его. — Эй, ты, воротись! Аггей обернулся, смотрит, а пастух в одной руке что-то держит, а другую рукою к себе его манит. — Воротись! кричит. Куда ты, голый, пойдешь, на тебе хоть мешок? Стоит, Аггей не шевелится, горько и стыдно стало душе его. Пастух достал ножи с-за пояса, прорезал в мешке три дыры, одну для головы, а две для рук, и подошел как к гею. Мешок-то у меня пустой, хлеб весь съел, нехорошо человеку голому ходить, надень вместо рубахи. Надел он на него мешок, пошел Аггей, ни слова не сказавши в город, идет, а сам думу думает о своей напасти и не знает, откуда она на него пришла. Обманщик, видно, какой-нибудь на него похожий его платье взял и коня увел, и чем дальше идет, Аггей, тем больше сердце у него разгорается. Уж покажу я ему, что я, Аггей, настоящий грозный правитель, прикажу на площадь отвести и голову отрубить, а пастуха тоже так не оставлю, подумал Аггей, да вдруг вспомнил про мешок и застыдился. Шел он до вечера, а до города еще далеко, пришлось ему в поле ночевать, зарылся в копну и проспал всю ночь, поднялся с зарею и опять пошел, недалеко от города вышел на большую дорогу, по дороге много народу в город на базар идет и едет, догоняет его обоз, стали его извозчики спрашивать, что он за человек и отчего это он в мешок одет. вспомнил Аггей про пастуховы побои и побоялся сказать правду. Я, говорит, не здешний житель, ехал я через ваш город по делам, да дорогой напали на меня разбойники, всего избили и ограбили, и коня, и платья, и деньги отняли, надели на меня мешок, да и пустили. Пожалели его добрые люди, собрали, кто рубаху, кто штаны, один дал ему опорки старые, другой кафтан, а третий шапку. Поблагодарил их Аггей, спросил, как зовут и где их найти, и пошел в город уже повеселее. Скоро, думает, моему мучению конец, злодея накажу, а тех, кто мне помог, награжу. Пошел он прямо на соборную площадь, там его палаты стояли, думал он в свои ворота войти, не узнал его стража и не пустила. Побоялся он, как бы опять бить не стали, отошел и стал думать, что ему делать. Идти прямо в дом к себе нельзя, пока дойдешь до обманщика и забьют, и в тюрьму посадят и убьют, пожалуй. Надо потерпеть, думает. Пошел на базар, где поденщики нанимались, и стал в толпу. Наняли его за малые деньги кирпичи на постройку носить. Трудна была ему работа, все плечи в кровь с непривычки истер, и сам весь будто разбитый. Получил он под вечер деньги и разделил их на три части. На одну хлеба купил, поел, другую про запас за ночлег оставил, а на третью купил бумаги, чтобы написать жене своей письмо. Была у них одна великая тайна. Знал про нее лишь он да жена его, и чтоб поверила она письму, написал он про эту тайну, и, подойдя к своему дому, увидел одну женщину из прислужницы жены и отдал ей письмо для передачи. Не узнала его в дурном платье и женщина-служанка. Стал Аггейн недалеко от ворот, ответа поджидает, а жена его, видя, что муж ее при ней, не могла поверить тому письму. Подумала, не проговорился ли муж кому про ту тайну, и не злодей ли, какой хочет смутить ее. Боялась она своего грозного мужа и знала, что, если узнает он, что ей такие письма приносят, то накажет ее, не разобрав дело, и, чтобы отогнать того человека, что письмо написал, и напугать его, чтобы никогда больше не взять ее, приказала слугам схватить его, привезти во двор и высечь жестоко. Исполнили это слуги, отпустили Агея чуть живого, приплелся он на постоялый двор и всю ночь промучился, к утру лишь заснул, и телу его было больно, а в душе и того хуже, гнев бессильный и ярость связанная терзали его, а хуже мучения нет. На другой день пришел праздник и стали хозяева с постоялого двора в церковь собираться. Нарядилась хозяйка и вышла за ворота, а муж на дворе чем-то замешкался. Стала жена мужа звать. Иди, кричит, а то правитель в церковь пройдет и не увидим его. Услышав это, Аггей и спрашивает, а кто у вас правитель? — А ты не здешний, видно, что не знаешь. Правитель у нас Аггей, правит он городом и всей областью уже двенадцать лет. Грозный у нас правитель, вчера увидела я его на улице, со страха чуть не упала. Пошли хозяева в церковь, а Аггей не знает, что ему и думать. Махнул он рукой. — Будь что будет, думает, хуже того, что теперь себе не сделаю, хоть и казнить меня, а пойду и обличу злодея. И пошел за хозяевами к собору и стал с народом на паперти, где проходить правителю. И видит Аггей, идут его воины-телохранители с секирами и мечами, и начальники, и чиновники в праздничных одеждах, и идут под балдахином Порчевым правитель с правительницей, одежды на них злототканные, пояса дорогими каменьями украшенные. И взглянул Аггей в лицо правителю и ужаснулся. Открыл ему Господь глаза, и узнал он ангела Божия. И бежал Аггей в ужасе из города. Бежал он долго, сам не зная, где и куда. И очутился он в дремучем лесу, и упал от усталости под деревом, и долго лежал без сил и без памяти, как будто бы оставила его на время душа его. Проснулся он ночью, и дико ему стало, забыл, что случилось в последние три дня, и не знает, отчего звезды из-за веток смотрят на него, отчего над ним деревья от ветра шумя, отчего ему холодно, и лежит он не на своей пуховой постели, а на сырой траве. Стал вспоминать и все припомнил, и горько плакал Аггей. Вспомнил он всю жизнь свою, и понял, что не за выдранный лист наказал его Господь, а за всю жизнь. Прогневал я Господа, думает, и будет ли мне теперь пощада и спасения. Долго лежал он и плакал, каясь в грехе своем, и прося у Бога помощи и силы, и послал ему Господь силу. Рассветало, Аггей встал и вышел из леса, и пошел на светлый Божий мир к людям. Год прошел, другой проходит, а жена Аггеева все думает, что муж ее вместе с нею в палатах живет, только удивляется она, отчего муж ее стал смирен и добр, не казнит никого и не наказывает, на охоту не ездит, а только в церковь ходит, да разбирает ссоры и тяжбы и мирит поссорившихся. Видится она с ним редко, посмотрит он на нее кротко, не по-прежнему, скажет ласковое слово и уйдет в свою горницу, и там затворится и сидит один. Приступила она к нему наконец. Господин мой, скажи мне, чем я прогневала тебя, что ты удалил от себя жену свою? Не знаю за собой никакой вины, за что же ты другой год меня чуждаешься? Посмотрел на нее ангел, улыбнулся тихо и сказал, ничем ты меня не прогневала, любезная жена, но я дал Богу обет три года не знать тебя. Вот третий год уж наступает и скоро будешь ты жить по-прежнему с мужем своим. Сказал и ушел в свой покой и затворился. Заплакала жена и тоже пошла к себе. Так прожили они три года. За неделю, прежде чем пойти четвертому, отдал правитель приказ собрать со всей области нищих и убогих. Будет на правителевом дворе всем им прием и угощение и наделит их правитель дарами. Поскакали гонцы во все города, послали из городов приказ поселам и деревням и со всех концов потянулись нищие. И не знал никто до той поры, что так много нищих в области. Все дороги покрыли они, хромые, безногие, безрукие и слепые, и слабые, и юродивые, и убогие разумом, старые и малые. Идут нищие зрячие больше поодиночке, а слепые артелями. Собрались в город, и пришло их столько, что не только во дворе у правителя не поместились, а и всю соборную площадь заняли. Пошел правитель в церковь, набились и нищие в церковь, те, которые попали, а другие толпою стали перед церковью на площади. Слуди же в то время на площади столы расставили и накрыли их, и поставили на них пироги и похлебки, и мясо, мед, и вино, и сколько ни было нищих, всем места хватило. Вышел правитель из церкви, остановился на паперти, дал знак рукой, и вся толпа стихла. Рад видеть вас всех добрые люди, милости прошу хлеба соли откушать, садитесь по местам и кушайте, а пообедаете еще к вам выйду. Сказал и прошел в свои палаты. Стали за столы усаживаться, одна артель слепых целый стол заняла, пришли эти слепцы издалека, шли они тихо и долго, было их двенадцать человек, а поводырь у них был один. Шел он впереди, двое за него держались, а за тех остальные по паре. Рассадил он их по местам, а сам стал служить, розлил им по мискам похлебку, пироги роздал, мясо нарезал, ложки в руки дал. Едят слепые, а он от одного к другому ходит и служит им. Вот в конце обеда вышел правитель из своих палат и начал обходить столы. Кого спросит о чем, кому ласковое слово скажет, а за ним идут слуги с деньгами и платьем и всех отделяют. Обошел всех и подходит к последнему столу, где слепая артель сидела. Увидел правителя поводы и задрожал и побледнел весь. Подходит к нему правитель и спрашивает, «Ты тоже нищий? Нет, великий правитель, не нищий я, слуга я нищим». «Добро сказал ты, человек, как зовут тебя?» потупил поводырь глаза в землю. Люди Алексеем зовут. Посмотрел ему в глаза ангел, улыбнулся и говорит, «Не всякая ложь в ложь поставится, иди за мной». Оставил поводырь своих слепых и пошел за правителем в палаты. Идут они через толпу, и дивятся на них все люди, идут точно братья родные, оба высокие и статные, оба черноволосые, и оба на одно лицо, только у поводыря в густых кудрях седины много серебрится, да лицо почернело от ветра и солнца, а у правителя лицо белое и светлое. Расступился народ, пропустил их, ушли они в палаты. Провел поводыря ангел в дальний покой и затворился с ним. «Узнал тебя, Аггей, говорит правитель, знаешь ли ты меня? Знаю, господин, что послан ты был наказать меня, каюсь я в грехе моем и во всей жизни моей». И заплакал Аггей и плакал навзрыд. Стоит ангел перед ним, лицом просветлел и улыбается. Поднял Аггей голову и перестал плакать. Не видел он никогда улыбки такой. «Кончилось наказание твое», сказал ангел. «Возьми мантию правителеву, возьми меч и жезл и шапку правителеву. Помни, за что ты наказан был, и правь народам кротко и мудро, и будят ныне братом народу своему». «Нет, господин мой, ослушаюсь я твоего веления, не возьму ни меча, ни жазла, ни шапки, ни мантии, не оставлю я слепых своих братьей, я им и свет, и пища, и друг, и брат. Три года я жил с ними и работал для них и прилепился душою к нищим и убогим. Прости ты меня и отпусти в мир к людям. Долго стоял я один среди народа, как на каменном столпе, высоко мне было, но одиноко, ожесточилось сердце мое и исчезла любовь к людям. Отпусти меня». «Добро», сказал ты, Аггей, отвечал ангел, «иди с миром». И пошел по воды Алексей со своими двенадцатью слепыми, и работал всю жизнь на них и на других бедных, слабых и угнетенных, и прожил так многие годы до смерти своей. А ангел через три дня оставил тело правителя. Похоронили тело, и жалел народ своего правителя, который сначала гордым был, а после кротким стал. Ангел же явился перед лицо Господа. Конец сказания о гордом Аггее. Секция шестая Рассказ «Сигнал». Всеволод Гаршин. Рассказы для детей и взрослых. Эта запись проекта LibriVox является общественным достоянием. Семен Иванов служил сторожем на железной дороге. От его будки до одной станции было двенадцать, до другой десять верст. В верстах в четырех в прошлом году открыли большую предельню, из-за леса ее высокая труба чернела, а ближе, кроме соседних будок, и жилья не было. Семен Иванов был человек больной и разбитый. Девять лет тому назад он побывал на войне, служил в денщиках у офицера и целый поход с ним сделал. Голодал он и мерз, и на солнце жарился, и переходы делал по сорока и пятидесяти верст в жару и в мороз. Случалось и под пулями бывать, да, слава богу, ни одна не задела. Стоял располк в первой линии, целую неделю с турками перестрелка была, лежит наш цепь, а через лощинку турецкая, и с утра до вечера постреливают. Семенов офицер тоже в цепи был. Каждый день три раза носил ему Семен из полковых кухонь, из оврага самовар горячий и обед, идет с самоваром по открытому месту, пули свистят, в камне щелкают, страшно Семену плачет, а сам идет. Господа офицеры очень довольны им были, всегда у них горячий чай был. Вернулся он из похода целый, только руки и ноги ломить стало. Немало горя пришлось ему с тех пор отведать, пришел он домой, отец старик помер, сынишка был по четвертому году тоже помер, горлом болел. Остался Семен с женой, сам друг. Не задалось им хозяйство, да и трудно с пухлыми руками и ногами землю пахать. Пришлось им в своей деревне не втерпешь, пошли на новые места счастье искать. Побывал Семен с женой и на линии, и в Херсоне, и в Донщине, нигде счастье не достали. Пошла жена в прислуги, а Семен по-прежнему все бродит. Пришлось ему раз по машине ехать. На одной станции видит начальник будто знакомый, глядит на него Семен, и начальник тоже в Семеново лицо всматривается, узнали друг друга, офицер своего полка оказался. «Ты Иванов?» говорит. «Так точно, Ваш благородие, я самый и есть». «Ты как сюда попал?» Рассказал ему Семен, так, мол, и так. «Куда ж теперь идешь?» «Не могу знать, Ваш благородие». «Как так, дурак, не можешь знать?» «Так точно, Ваш благородие, потому податься некуда. Работ какой, Ваш благородие, искать надобно?» Посмотрел на него начальник станции, подумал и говорит. «Вот что, брат, оставайся-ка ты, покуда в нас станции. Ты, кажется, женат. Где у тебя жена?» «Так точно, Ваш благородие, женат. Жена в городе Курске, у купца в услужении находится». «Ну так пиши жене, чтобы ехала, билет даровой выхлопчу. Тут у нас дорожная будка очистится. Уж попрошу за тебя начальника дистанции». «Много благодарен, Ваш благородие», ответил Семен. Остался он на станции. Помогал у начальника на кухне, дрова рубил, двор, платформу мел. Через две недели приехала жена и поехал Семен на ручной тележке в свою будку. Будка новая, теплая, дров сколько хочешь, огород маленький от прежних сторожей остался, и земли с полдесятины пахотной по бокам полотна было. Обрадовался Семен, стал думать, как свое хозяйство заведет, корову, лошадь купит. дали дали ему весь нужный припас, флаг зеленый, флаг красный, фонари, рожок, молот, ключ, гайки подвинчивать, лом, лопату, метел, болтов, костылей, дали две книжечки с правилами и расписание поездов. Первое время Семен ночи не спал, все расписание твердил, поезд еще через два часа пойдет, а он обойдет свой участок, сядет на лавочку у будки и все смотрит и слушает, не дрожат ли рельсы, не шумит ли поезд. Вытвердил он наизусть и правила, хоть и плохо читал по складам, а все четки вытвердил. Дело было летом, работа не тяжелая, снегу отгребать не надо, да и поезд на той дороге редко. Обойдет Семен свою версту два раз в сутки, кое-где гайки попробует подвинтить, щебенка подровняет, водяные трубы посмотрит и идет домой хозяйство свое устраивать. В хозяйстве только у него помеха была. Что не задумает сделать, обо всем дорожного мастера проси, а тот начальнику дистанции доложит, пока просьба вернется, время ушло. Стали Семен с женою даже скучать. Прошло времени месяца два стал Семен с соседями сторожами знакомиться. Один был старик древний, все сменить его собирались, едва из будки выбирался, жена за него и обход делала. Другой будочник, что поближе к станции, был человек молодой, из себя худой и жилистый. Встретились они с Семеном в первый раз на полотне посредине между будками на обходе. Семен шапку снял, поклонился. Доброго, здоровья сосед. Сосед поглядел на него сбоку. Здравствуй, говорит, повернулся и пошел прочь. Бабы после между собой встретились. Поздоровалась Семенова Арина с соседкой. Та тоже разговаривать много не стала, ушла. Увидел раз ее Семен. Что это, говорит, у тебя молодица муж неразговорчивый? Помолчала баба, а потом говорит, да о чем ему с тобой разговаривать? Увсяку свое, и иди себе с Богом. Однако прошло еще времени с месяц, познакомились, сойдутся Семен с Василием на полотне, сядут на край, трубочки покуривают и рассказывают про свое житье-бытье. Василий все больше помалкивал, а Семен и про деревню свою, и про поход рассказывал. «Немало», — говорит, «я горе на своем веку принял, о век моего не Бог весь сколько, не дал Бог счастья. Уж кому какую талант судьбу Господь даст, так же и есть, так-то, брать, с Василий Степанович!» А Василий Степанович трубку об рельс выколотил, встал и говорит, «Не талант судьба нас с тобою век заедает, а люди! Нету на свете зверя хищнее и злее человека, волк волка не ест, а человек человека живьем съедает». «Ну, брат, волк волк ест, это ты не говори». А к слову пришлось и сказал, «Все-таки нету твари жесточие, не людская бы злость да жадность, жить бы можно было. Всякий тебя за живое ухватить норовит, да кус откусить, да слопать». Задумался Семен. «Не знаю, говорит брат, может, оно и так, а коли так, так уж есть на то от бог положения. А коли так, говорит Василий, так нечего нам с тобой разговаривать, коли всякую скверность на бога взваливать, а самому сидеть да терпеть, так это, брат, не человеком быть, а скотом, вот тебе мой сказ». Повернулся и пошел, не простившись. Встал и Семен, сосед кричит. «За что же ругаешься?» Не обернулся сосед. Пошел. Долго смотрел на него Семен, пока на выемке, на повороте стало Василия, не видно. Вернулся домой и говорит жене, «Ну, Арина и сосед же у нас зелье не человек». Однако не поссорились они, встретились опять и по-прежнему разговаривать стали и все о том же. «Эй, брат, кабы ни люди, не сидели бы мы с тобой в будках этих», говорит Василий. «Что ж в будке? Ничего, жить можно?» «Жить можно, жить можно, эх ты, мног жил, мало нажил, мног смотрел, мало увидел. Бедному человеку в будке там или где какое уж житье! Едят тебя живодеры эти, весь сок выжимают, а стар станешь выбросят, как жмыху, какую свиньям на корм. Ты сколько жалов не получаешь». «Да, маловато, Василий Степанович, двенадцать рублей, а я тринадцать с полтиной. Позвольте спросить, почему? По правилу отправления всем одно полагается, пятнадцать целковых в месяц отопления освещения. «Кто же это нам с тобой двенадцать или там тринадцать с полтиной определил? Чьему брюху насало? В чьей карман остальные три рубля или полтора полагаются? Позвольте спросить. А ты говоришь, жить можно». «Э, пойми, не о полутора там или трех рублях разговор идет. Хоть бы и все пятнадцать платили. Был я на станции в прошлом месяце, директор проезжал, так я его видел, имел такую честь. Едет себе в отдельном вагоне, вышел на платформу, устоит, цепь золотую распустил по животу, щеки красные, будто налетые, напился нашей крови. Эх, как бы силы власть. Да и не останусь я здесь долго, уйду, куда глаза глядят. Куда ж ты уйдешь, Степанович? Вот добра добра не ищут. Тут тебе и дом, тепло, и землица маленько, жена у тебя работница. А, землицы, посмотрел бы ты на землица мою, ни прута на ней нету, посадил было весной капустки, так это дорожный мастер приехал. Это говорит, что такое, почему без доношения, почему без разрешения выкопать, чтобы духу ее не было. Пьяный был, в другой раз ничего бы не сказал, а тут в темя доношилась, три рубля штрафу. Помолчал Василий, потянул трубочки и говорит тихо, немного еще, зашип бы я его до смерти. Ну, сосед, и горяч ты, я тебе скажу. Не горяч я, а по правде говорю и размышляю, да еще дождется он у меня, красная рожа, самому начальнику дистанции жаловаться буду, посмотрим. И точно, пожаловался. Произжал раз начальник дистанции путь осматривать. Через три дня после того господа важные из Петербурга должны были по дороге проехать, ревизию делали, так перед их проездом все надо было в порядок привести, балласту подсыпали, подровняли, шпалы пересмотрели, костыли подколотили, гайки подвинтили, столбы подкрасили, на переездах приказали желтого песочка подсыпать, соседка сторожиха и старика своего выгнала травку подщипать. Работал Семен целую неделю, все в исправность привел, и на себя кафтан починил, вычистил, а бляху медную кирпичом до сияния оттер. Работал и Василий. Приехал начальник дистанции над резине, четверо рабочих рукоять вертят, шестерни жужжат, мчится тележка верст по двадцать в час, только колеса воют. Подлетел к Семеновой будке, подскочил Семен, отрапортовал по-солдатски, все в исправности оказалось. Ты давно здесь? Спрашивает начальник. Су-2, мая, ваш благородие. Ладно, спасибо. А в сто шестьдесят четвертом номере кто? Дорожный мастер вместе с ним на дрезине ехал, ответил Василий Спиридов. Спиридов, Спиридов, а, это тот самый, что в прошлом году был у вас на замечании. Он самый и есть. Ну, ладно, посмотрим, Василия Спиридова, трогай. Налегли рабочие на рукояти, пошла дрезина в ход, смотрит Семен на нее и думает, ну, будет у них с соседом игра. Часа через два пошел он в обход, видит из выемки по полотну идет кто-то, на голове будто белое, что виднеется. Стал Семен присматриваться, Василий, в руке палка, за плечами узелок маленький, щека платком завязана. Сосед, куда собрался, кричит Семен, подошел Василий, совсем близко, лица на нем нету, белый, как мел, глаза дикие, говорить начал, голос обрывается. В город, говорит, в Москву, в правление. В правление, вот что, жаловаться, стал быть, идешь, брось, Василий Степанович, забудь. Нет, брат, не забуду, поздно забывать, ведь он меня в лицо ударил, в кровь разбил. Пока жив, не забуду, не оставлю так, учить их надо кровопийцев. Взял его за руку, Семен. Оставь, Степанович, верно тебе, говорю, лучше не сделаешь. Чего там лучше? Знаю сам, что лучше не сделаю. Правду ты про талант судьбу говорил, себе лучше не сделаю, но за правду надо, брат, стоять. Да ты скажи, с чего все пошло-то? С чего? Осмотрел все, с дрезина сошел, в будку заглянул, я узнал, что строго будет спрашивать. Все как следует исправил, ехать уж хотел, а я с жалобой. Он сейчас кричать, тут, говорит, правительственная ревизия такой-сякой, а ты об огороде жалобы подавать, тут, говорит, тайные советники, а ты с капустой лезешь. Я нестерпел, слово сказал, не то чтобы очень, но так ж ему обидно показалось. Как даст он мне? терпенье наше проклятое, тут бы его надо, а я стою себе, будто так оно и следует. Уехали они, опамятовался я, вот обмыл себе лицо и пошел. Как же будкту? Жена осталась, не прозевает, да ну их совсем из дороги ихней. Встал Василий, собрался, прощай, Иваныч, не знаю, найду ли управу себе. Не уж пешком пойдешь, на станции на товарной попрошусь, завтра в Москве буду. Простились соседи, ушел Василий, и долго его не было, жена за него работала, день и ночь не спала, извелась совсем поджидаючи мужа. На третий день проехала ревизия, паровоз, вагон багажный и два первого класса, а Василия все нет. На четвертый день увидел Семен его хозяйку, лицо от слез пухлое, глаза красные. Вернулся муж, спрашивает. махнула баба рукой, ничего не сказала и пошла в свою сторону. Научился Семен когда-то еще мальчишкой из стальника дудки делать. Выжжет таловой палке сердце, дырки где надо высверлит, на конце пищик сделает и так славно наладит, что хоть что угодно играй. Делывал он в досужее время дудок много и с знакомым товарным кондуктором в город на базар отправлял. Давали ему там за штук по две копейки. На третий день после ревизии оставил он дома жену вечерний шестичасовой поезд встретить, а сам взял ножик и в лес пошел палок себе нарезать. Дошел он до конца своего участка, на этом месте путь круто поворачивал, спустился с насыпи и пошел лесом под гору. За полверсты было большое болото и около него отличнейшие кусты для его дудок росли. Нарезал он палок целый пук и пошел домой. Идет лесом, солнце уже низко было, тишина мертвая, слышно только как птицы чаеликают, да валежник под ногами хрустит. Прошел Семен немного еще, скоро полотно, и чудится ему что-то еще слышно, будто где-то железо, а железо позвякивает. Пошел Семен скорей. Ремонту в то время на их участке не было. что бы это значило, думает. Выходит он на опушку, перед ним железнодорожная насыпь подымается, наверху на полотне человек сидит на корточках, что-то делает. Стал подыматься Семен потихоньку к нему, думал, гайки кто воровать пришел. Смотрит, и человек поднялся, в руках у него лом, подделан рельс ломом, как двинет его в сторону, потемнело у Семена в глазах, крикнуть хочет, не может. Видит он Василия, бежит бегом, а тот с ломом и ключом с другой стороны насыпи кубарем катится. Василий Степанович, отец родной, голубчик, воротись, дай лом, поставим рельс, никто не узнает, воротись, спаси свою душу от греха. Не обернулся Василий, в лес ушел. Стоит Семен над отвороченным рельсом, палки свои выронил, поезд идет, нетоварный, пассажирский. И не остановишь его ничем, флага нет, рельс на место не поставишь, голыми руками костылей не забьешь. Бежать надо, непременно бежать в будку за каким-нибудь припасом, господи, помоги. Бежит Семен к своей будке, задыхается, бежит, вот-вот упадет, выбежал из лесу, до будки сто сожжен, не больше, осталось, слышит, на фабрике гудок загудел, шесть часов, а в две минут седьмого поезд пройдет, господи, спаси невинные души, так и видит перед собой Семен, хватит паровоз, левым колесом обрельсовый оброб, дрогнет, накринится, пойдет шпалы рвать и вдребезги бить, а тут кривая закругление, дыны осыпь, да валится-то вниз, одиннадцать сожжан, а там в третьем классе народу битком набит, дети малые, сидят они теперь все ни о чем не думают, господи, вразуми ты меня, нет, до будки добежать и назад вовремя вернуться, не поспеешь, не добежал Семен до будки, повернул назад, побежал скорее прежнего, бежит, почти без памяти, сам не знает, что еще будет, добежал до отвороченного рельса, палки его кучей лежат, нагнулся, он схватил одну, сам не понимая, зачем, дальше побежал, чудится ему, что уже поезд идет, слышит свисток далекий, слышит рельсы, мерные потихоньку подрагивать начали, бежать дальше, сил нету, остановился он от страшного места, сожжи их, восста, тут ему точно светом голову осветило, снял он шапку, вынул из нее платок бумажный, вынул ножи с заголенища, перекрестился, господи, благослови, ударил себя ножом в левую руку, повыше локтя, брызнула кровь, плела, горячей струей, намочил он в ней свой платок, расправил, растянул, навязал на палку и выставил свой красный флаг, стоит, флагом своим размахивает, а поезд уж виден, не видит его машинист, подойдет близко, а на ста сожжениях не остановить тяжелого поезда, а кровь все льет и льет, прижимает рану к боку, хочет зажать ее, но не унимает, сожжается кровь, видно, глубоко поранил он руку, закружилась у него в голове, в глазах черные мухи залетали, потом и совсем потемнело, в ушах звон клокольный, не видит он поезд, да и не слышит шума, одна мысль в голове, не устою, упаду, уроню флаг, пройдет поезд через меня, помоги, господи, пошли смену, и стало черно в глазах его, и пусто в душе его, и выронил он флаг, но не упало кровавое знамя на землю, чья-то рука подхватила его и подняла высоко навстречу подходящему поезду, машинист увидел его, закрыл регулятор и дал контрпар, поезд остановился, выскочили из вагонов люди, сбились толпою, видят лежит человек, весь в крови, без памяти, другой возле него стоит, с кровавой тряпкой на палке, обвел Василий всех глазами, опустил голову, «Вержите меня!» говорит. «Я рельс отворотил». 1887 год. Конец рассказа «Сигнал». Продолжение следует...